Авторитет И обладает природным авторитетом Ирина Антонова Скажите мне, как авторитет Как авторитет с большой буквы Что вы думаете О тезисе Кирилла Разлогова Следующим Что сейчас настало время У нас в стране новых варваров Что пришли люди Которые не понимают Кодов Сложившихся за Века В сфере культуры И поэтому они совершают Какие-то ошибки в своих Кадровых Каких-то стратегических действиях Мы говорим о Об эффективных менеджерах О чиновниках Ну, я думаю, что В общем, если не употребляясь Какого-то Ну, все-таки С уничижительным оттенком Да? Такого определения То совершенно очевиден Не только для чиновников Но для вообще Для нашего времени Такой абсолютно Ну, может быть, очевидно На сегодня окончательный Разрыв С какой бы то ни было традицией Да С каким бы то ни было наследием Это случилось уже В начале 20 века Так Его определили многие художники Кстати, художники Писатели Музыканты Которые, как известно Слышат в свое время Раньше нас Понимаете? Они как вот те Животные Которые Предчувствуют Землетрясение И вот это Землетрясение Это начало Движения Подземного еще Его Улавливает Человек Художественно Одаренный И поэтому Появляется Скажем На каком-то этапе Стравинский Малевич Пикассо Понимаете? Это люди Которые видят вперед Они уже все Они услышали Они почувствовали И они это Попытались Ну, показать Понимаете? Вот вы назвали Несколько имен Которые появились У нас В начале 20 века Да, это авангард Хорошо А кто появился В начале 21 века В России? Вы можете назвать? Нет То есть Есть, конечно, люди Которые появились В начале 21 века Это представители Так называемого Актуального искусства Но тут же Становится вопрос Можем ли мы считать Ту продукцию Которую они нам Предложили Будь то музыка Будь то опять-таки Живопись Будь то Кинематограф Допустим Что они Относятся к тем Кто создает искусство Потому что Ну, есть какие-то Понятия, да Которые сопутствуют Пониманию искусства На протяжении многих Не столетий А тысячелетий И то, что возникает сейчас На мой взгляд Бесчакова уничижения К этому Это Это творческая продукция То есть Она результат Какого-то Переосмысливания Мира Но имеет ли она Отношение К искусству Мое мнение Я его Высказывала Многократно Понимаете Это вид продукции Который Требует То есть Создается Искусство Разного рода Но то, о чем мы говорим То, что лежит Вот сейчас Всех волнует Все-таки Это что-то другое Мы не нашли Для этого еще Определения Это творческое дело Понимаете Но оно За гранями Появился Какой-то новый Вид деятельности Вы имеете в виду Вот эти экзерсисы Когда человек Свои текстикулы Прибывает Там Красной площади Это в общем-то Это акт искусства? Нет Нет Почему? В этом же есть Наверное Какой-то контент Кто-то в этом Что-то А содержание Недостаточно Для искусства Там же и форма есть Кстати Так же Как недостаточно Его отсутствие Черный квадрат Не имеет Как бы Вот такого Непосредственного Содержания То есть Зримого И видимого Тем не менее Это 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 манифест Понимаете Того Что произошло Это есть Осмысление Духовное Осмысление С элементами Эстетического На мой взгляд Подхода Вот И Эмоционального Этического И прочее То есть Целая Гамма Необходимых Качеств Которые Сопутствуют Искусству Вы знаете И вслед за этим Вообще Создание Абстрактного Искусства Которое Может быть Практически Очень содержательным Понимаете Только Говорящим Другим Языком В то время Как Многое Из того Что создается Сейчас Потеряло Содержательность Своего Языка Понимаете Вот вы Упомянули Малевич Знаете Илья Сергеевич Глузнов мне говорил Ты говорил Он мне Имея Линейку И черный Фломастер Можешь нарисовать Черный квадрат Для этого Не надо быть Вообще Рисовальщиком Это профанация Да Вы так Не считаете Очевидным образом Нет Понимаете Если говорить Конкретно О черном квадрате То это Конечно Это манифест Это заявление Это предъявление Вот позиции Вы знаете Прибивание Но в формах Все-таки Все-таки В формах Конечно Ну принятый На холсте Да Определенный размер Определенные Там Соотношения И прочее И прочее Это понимание Смерти Это понимание Но это Всегда Во многом Конец И это Заявление Это 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 Единственное В своем розе Такое Сочинение Понимаете То есть Вы уходите Но мы его Познаем Через Те Каналы Через Которые Мы познаем Любое Художественное Смотрите Вы уходите В поле Интерпретации Малевич написал Черный квадрат А вы Там что-то Видите Вы знаете Точно так же Битлз Под ЛСД Там Писали Песни А потом С интересом Читали Обзоры Критиков Что они Имели ввиду Какой там был Месседж Какое послание А был ли он Вот допустим Вот сидя на вашем месте Андрей Кончаловский Просто очень темпераментно Говорил что Вот Все современное искусство Это на самом деле Не является таковым Приводя пример Как он назвал Маринованную рыбу То есть Вот эту Знаменитую Маринованная рыба Это не черный квадрат Извините А в чем разница Потому что Тот же Марат Гельман Допустим Я уверял что Кончаловский не понимает На самом деле Он беспокоится О там Своем семейном Достоянии О картинах Своих родственников А вот он не понимает Современное Настоящее искусство И что эта рыба Недаром стоит Там сколько Я не знаю 10 миллионов долларов Ну хоть 20 Да Вот Вы считаете Что Есть разница Между черным квадратом Маревича И этой акулой В стразах Я думаю Хотя бы потому Что это было первое Потому что Это было заявление Понимаете Я не буду очень Настаивать На черном квадрате Как на каком-то Выдающемся Памятнике Который Кстати Надо интерпретировать Я его понимаю Понимаете Вот Это поставленная Точка В конце пути Она Открывает Возможность Говорить о чем-то Другом Но это все-таки Заявление Это как текст Для меня Хорошо А вот Может кто-то скажет Акула Это заявление Антонова Просто не понимает Это заявление Нет Я очень много Видела Я работала на Бьеннале В Венеции Я вижу разницу Между тем Что я была Там комиссаром В 60-м году Ведь я понимаю Что такое Бьеннале Сегодня Наши бьеннале То что у нас Понимаете И что там Появляется Вот Это Надо понимать Что это Совсем разное Вот Вы открыли Эту дверь Я в нее войду Вы очень много Видели Вы там С 45-го года Занимаетесь Вот своим делом Большим И значимым Вы Пережили Несколько эпох Вообще На самом деле Ну конечно Сейчас Масса заявлений Слышится В нашей С вами Среде Среде Людей Которые Там Занимаются Чем-то креативным Условно говоря Что Мы наблюдаем Возврат В СССР Что сейчас Советский Союз 2.0 Такой вот Илья Хиджакова Которая Видела Тоже очень много Она говорит Сейчас мы вернулись В СССР Моего детства Ее детство То есть речь идет Как раз О 40-х 50-х Годах Я очень люблю Илья Хиджакова И мы все ее любим Очень Но я не могу С ней согласиться В этом То есть как это Мы вернулись Она плохо помнит Она плохо помнит Но у нас Большая разница В возрасте Поэтому Наверное Она не совсем Себе представляет Что такое Какой Какой СССР Все-таки Это длительное время Правда Что она Я так понимаю Что она говорит Был СССР В 20-х годах Был 30-х 40-х Что сейчас говорят О возвращении О неосталинизме Сейчас говорят Что у нас Есть какой-то Ренессанс Вот этих Сталинских Сталинских Что сейчас Репрессии В отношении Творческих Людей И что мы Переживаем Ну какие Конкретно Репрессии Я только что Видела Карамазовых Богомолова Так О каких Репрессиях Вы говорите Вы знаете Это просто Нет Я не говорю Я могу Только транслировать Те спектакли Которые запрещались В сталинское время Так Если бы Это было Хоть В каком-то Приближении К Евгению Онегину К К Карамазовым И другим Спектаклям Которые Свободно Идут Мы их Обсуждаем Говорим Что-то Нам нравится Мы принимаем Что-то Нет О чем Речь Понимаете Ну Я могу Сказать о чем Речь Допустим Очень много Было разговоров Вы знаете О группе Пуссирает Которые Это совсем Другое Вот Пуссирает Никакого отношения Не имеет К сталинским Репрессиям Понимаете А к искусству Они имеют Отношения Да никакого Абсолютно Это акция Понимаете Ну я бы сказала Малопочтенная На мой взгляд Понимаете И Ну на мой взгляд Простите Я Не церковный человек Вы это знаете Да Вот Но я Я Просто Возмущена Тем Что они сделали В храме Понимаете И Это Это Недопустимо Но это Так же Противно Как Любое Нарушение Какого-то Общественного Порядка Мало ли что Можно сделать Можно еще Кое-что сделать Кстати То что сделали У нас Однажды Перед Картиной Ван Гога Простите Сделали Осправили Свою нужду Перед картиной Ван Гога Можно это сделать Да Вот То есть Сделали это Ну и как Понимаете Вот это примерно То же самое Для меня Я это сравнила Понимаете Можно прийти И это сделать Но это вызывает Естественное Просто естественное Натуральное Отвращение Я не говорю Что их надо Сажать в тюрьму Этого я не говорю Понимаете Но то что Этот поступок Нельзя поднимать На щит Как ради Для чего Они это сделали Что это означает Я это не могу Принять Хорошо А вот допустим Если бы кто-то взял Эти экскременты Которые были Вот перед картиной Ван Гога Соответствующим образом Как-то упаковал И выставил в музее Да А шлись бы ведь люди Которые пошли бы На это смотреть Ну что я могу сказать Печально И только А чем вы это Объясняете Это тоже Это тоже Вот то Какое-то Нездоровое На каком-то уровне Много ниже пояса Накодящемся Эмоции Которые Побуждают людей Там узнавать подробности О частной жизни Крупных людей Особенно артистов Там каких-то Известных людей И так далее И так далее Ну это всегда было Во всем мире С этим трудно бороться Понимаете И не может быть Ну это просто Вне культурного поля Это вне какой-то Порядочности Человеческой Чистоплотности Даже Скажем так Понимаете Хорошо А вот Чистоплотность Вот эта акула Там замаринованная Это не чистоплотное Да Не чистоплотное Нет И я видела эти вещи Они на что рассчитаны Что у вас вызывается Рвотное чувство Понимаете А зачем По отношению к кому Главное По отношению к кому Понимаете Ведь перед вами объект Рыба там Да Которая там Дохлая Откройте еще Эту дверцу Запах почувствуете Понимаете На что это рассчитано Зачем Что этим Мы хотим Хочет сказать Художник Вот Кончаловский Считает Что гипнотизирует Суммы Гипнотизирует Цена Вот этого Объекта Безусловно И Люди исходят С того Что раз это Стоит миллионы долларов В этом что-то есть Я согласна Нет От того что это Стоит миллионы долларов В этом ничего нет Это абсолютно Невозможный аргумент Вообще Понимаете То есть То что Людей Где-то Гипнотизирует Цена Но это Опять На уровне Тех Инстинктов А даже Не эмоций Которые Присущи Слабому Человеку Как говорится Понимаете Если вам Это интересно Сколько Это стоит Понимаете Когда меня Спрашивают Сколько Стоит Давид Или Сколько Стоит Монализа И прочее Мне это Не интересно Хотя я Сама Приобретаю Картины Для музея Правда Тогда меня Это интересует Уже Чисто Практически Но Само По себе Это Не предмет Для Волнения Испытания Испытывания Каких-то Особых Чуд Понимаете Нет Раз мы заговорили Уже про миллионы Долларов Скажите Вы ведь Общаетесь С людьми Которых Принято Назвать Олигархами То есть С очень Богатыми И влиятельными Людьми Ну как Умеренно Я знаю Кое-кого Служба Скажем Да Я Кое-кого Знаю Среди них Есть люди Которые Понимают Искусство Которые Не просто Коллекционируют И вкладывают В него Откуда У них Эти Знания Они Благоприобретенные Или Человек Рождается С этими Рецепторами Он может Отличить Я считаю Что кто-то Рождается Кстати Эти рецепторы Они есть У всех Их можно Развивать Нет Их можно Но Кто-то Лучше Слышит Кто-то Лучше Видит Кто-то На живописи Я у вас Уверяю Что не у всех Слово Понимаете Поэтическое Кто-то Хорошо Слышит Музыку Это Природное Да Но он Слышит Понимаете Вот Есть люди У которых Природный Слух Абсолютно И тут Ничего Не поделаешь Вот Ну Искусство Изобразительное Тоже Вот это Пластическая Живописная Форма Это Зрение Понимаете Это Рецептор Но Дело Не в этом Ну Как правило Эти люди Все-таки Образованные Они Читают Они Ходят Они Смотрят А потом Им это Нравится То есть У них Есть Что-то В их Природе Что позволяет Им Воспринимать Понимаете Вот Эти Формы Эти Формы Ну Вот Вы знаете Допустим Большевики Были Очень Образованные Да Вся Вот Эта Большевистская Элита Была Были Очень Образованные Люди Тем не менее Они Сочли Возможным И нужным Уничтожать Целые Пласты Отечественной Культуры Например Ну Например Все Что связано Было С церковной Эстетикой С православием Исходя Из Каких-то Идеологических Соображений Они Тот же Храм Христа Спаситель на минуточку Был Просто Уничтожен И взорван Это отношение К религии Это то же самое Что было Во время Великой Французской Революции Когда Храмы Уничтожались Была борьба Даже не с религией А вот С институтом Церкви Понимаете Вот С властью Религиозной Вот с чем Это было связано Но Вы считаете Это варварские Акты были Или они были Оправданы Конечно варварские Конечно варварские И Разрушение Храма Скажем Я повторяю Я не церковный человек Но Вот Тоже построили Храм Христа Спасителя Восстановили Восстановили Это нельзя Это 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 Символ того Что нельзя Разрушать Вот Этого рода Здания Понимаете Мы ведь с вами Понимаем Что варвары Изначально Если мы берем Происходение Это термина Эти люди Что-то Разрушали Потому что Они не понимали Ценности этого Не потому что Они испытывали Неприязнь К этому А потому что Для них Это не представляло Это чисто политически Это Я считаю Что это было Не потому что Что вы думаете Что если бы они понимали Что это ценно Они бы не разрушили Во имя Может быть Использовали бы Своих убеждений Понимаете Наверное Мы тоже разрушили Я так думаю Хорошо Ну а также Как разрушили Музей Нового западного Искусства Вот в 48-м году Когда вышло Постановление Подписанное Иосифом Виссарионовичем Которое начиналось Не так Что закрыть музей И распределить Его коллекции Ликвидировать Там был глагол По-моему Да А там первое Ликвидировать музей И так сказать Как принесший Там вред Нанесший удар По правильному Пониманию Искусства Вот этот террор Да По отношению К тому Что Не нравится И тоже считалось Неправильным Вот это Это совсем другое У нас есть такая традиция Да Мы заканчиваем передачу Игрой в правду Это французская игра Такая Здесь просто вопросы Записаны на карточках Разного Разного цвета И Вы выбираете фишку Выбираете Карточку этого цвета И там вопрос Вы его Я вам его зачитываю Вы на него отвечаете Ну Пожалуйста Так Три вопроса У нас будут Так Я люблю синий Ну Здесь Здесь синий Может быть Он вам попадется А Это Это Ну Гад Да В том То и Дело А фишку Я выбираю Да Вы выбрали Желтую Вот Вот Любую Желтую Восьмите Чтобы Да Ну Давайте Вот Вот Это Желтая Вот Это Просто К вам Может Иметь отношение На каком Документе Вы подделывали Подпись Начальника Знаете Никогда Никогда Может мою Подделывали Кое-кде А вы Знаете Куда Я иногда Просила Вот Не успеваю Я говорю Слушай Давай Там Секретарю Своему Ну Это Может Один Два Раза Было В жизни Хорошо Давайте Может Быть Голубой Теперь А что Несколько Надо Три О боже Вот Видите Голубой Любую Голубую Берите Опять Я Не забираю Вам Иногда Кажется Что Вы умнее Большинства Ваших Друзей Нет Мне Действительно Этого Не Кажется У меня Есть Друзья Которых Я всегда Это Ваш муж Покойный Вы имеете Ввиду Покойный Мой муж Да Вот Это Марина Свидерская Искусствовед Ну Это не обыкновенная Ума Женщина Ирина Данилова Моя близкая Принцент Она у меня была К сожалению Вот Ну мало Есть Знаете Я встречала Безумно умного Человека Пусть вам Это не покажется Чубайса Я когда Пришла От встречи С ним Я пришла И сказала Боже мой Первый раз Не первый Но Первый раз Я говорю Таким умным Человеком Да А все говорят Что он Злодей Вот Жириновский Сидя на вашем месте Говорил Что Самым Большим Счастьем Для Садечников Будет арест Чубайса Знаете Президент Президент В свое Время Нет Или раньше Чуть-чуть раньше Видимо Одним словом Я с ним Беседовала О некоторых Проблемах Музейных Он немного Умный Садечник Значит Не только Не только Зло Нынешние Правящие Элиты Мы говорим Не про Предпринимателей Олигархов Бизнесменов Про людей Которые Находятся У власти Ну В Кремле Чиновники Они По Своему Образовательному Цензу Если мы Сравниваем С Советской Элитой Вот Перечисленные Вами Там Эпохи Это люди Более образованные Мели образованные Или образованные По-другому Вы знаете Я думаю Что Если речь Об относительно Молодых Людей То они Все-таки Получили Образование Имели Возможность Получить Неплохое Образование Но это Разие Понимаете Я ведь Сталкиваюсь С ними На профессиональной Почве Если сталкиваюсь Вот К сожалению Знания В области Культуры В целом И моей Отрасли В области Пластических Искусств Они явно Недостаточны Я общалась С людьми Вот этого Класса Как говорится В некоторых Странах Вот И я просто Знаю Насколько В целом Их уровень Как мне кажется Больше За рубежом За рубежом Да Столько положительных Качеств Сколько у Моей сегодняшней Гости Ирины Антоновой Мне кажется Не было У Фурцевой И вообще Мало людей Мы можем найти С таким В общем-то Масштабом Положительных Качеств Как мне кажется Так мне показалось Вам спасибо большое Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok